Искушай А вот такой умный Ну давай, крутись И что интересно Их не интересует истина Им важен процесс Как ты будешь выкручиваться У них такой подход А Господь отвечал Словом Божиим Без Самое что интересно Очень часто Мы начинаем спорить Правильно? Чуть-чуть и спорить пошли А казалось бы Ведь я прав, я хорошо знаю Или особенно, да, о Боге спор заходит Почему мы спорим? Если ответить беспристрастно Если ответить без Вот я, а вот сказать только Одну фразу из Евангелия И все, все будут парализованы Но, однако, происходит спор Почему он случается? Да потому что Люди, которые к нам подходят Или спрашивают что-то о вере Они нас провоцируют на спор Они нас называют гордыню ума То есть, а докажи А тебе слабо доказать мне Такому умному Так? И мы начинаем доказывать И мало того Опозоримся И причем Я за Бога спорил Я православие защищал А на самом деле мы топкали православие Почему? Потому что Поддались на корню страсти спора Страсти гордыни ума А вот если бы сказали Кротко и смиренно Из Евангелия Одну-две фразы Все И спор не нужен Так вот И эти люди Которые нас спрашивают Очень часто Они спрашивают не для того Чтобы истину узнать Потому что нам не нужно А для того Чтобы нас Спровоцировать на спор И посмеяться над нами Посмеяться над верой православной А мы и рады стараться Давать доказать От своей гордыни От гордыни ума своего А что наш ум У другого такой же ум Так? И даже если у него меньше ума Все равно он считает Что он умней И бесполезно Что доказывать? А вот когда мы Скажем Словом Божьем Все Человек будет произволен Так вот Это особая категория людей И когда Господь пришел в мир Так? В Израиле тоже было Много таких спорщиков Которые подходили к Господу И постоянно пытались спровоцировать То есть им не нужен был ответ И давайте Помним Хотя бы одно место Из Евангелия Когда подходит И спрашивает Господи Что мне нужно сделать Чтобы быть совершенным Господь Возволь мне ближнего Возволь Господа Бога Возволь мне ближнего И т.д. и т.п. Чего ты мне рассказываешь? Это я все Соблюдаю от юности Так? Значит зачем? Спрашивает А гордынику своего положить Вот ты мне Вот ты такой умный пришел Так? Вот давай Покажи какой ты деловой Умный Я известно что так грубо говорю Но подход у них такой был Господу А Господь кротко Смиренно Что интересно Терпеливо Терпеливо отвечал На их вопросы Ведь если нам Спросить очевидное Так? У нас терпение Ты чего меня спрашиваешь? Ты чего меня за маленького Дерешь? Правильно? За первоклассника Спрашиваешь элементарные вещи У меня спрашиваешь Умно такого Так? Естественно противно Со мной сразу Другой стороны А какое смирение Господь имел? Ему подходит Элементарьше мы спрашиваем А он кротко Смиренно отвечает А у человека Не хватает терпения Слушать Что ты мне рассказываешь Я это и так все знаю И соблюдаю все Так Господь уже Гвоздит ему другое То есть я к чему? К тому что Человек знает Но спрашивает Спрашивает не для того Чтобы узнать А для того чтобы А как ты мне ответишь? То есть ему важен Не ответ А процесс отвечания Если человек Или там Господь Начал бы Все Он был бы победителем Но Господь Он Это главное свойство Любовь Он всех любит Он всем все прощает И у него великое спирение Которое нам даже До конца не понять И он со спирением Отвечает И парализуется Отвечает Не свои мысли А то что Бог Отец сказал В Писании Между прочим То есть И в Священном Писании И все парализованы Так вот Это я привел пример К тому что Насколько те люди Были Очень в этом плане Ехидные Очень ехидные И все Евангелие Подошли И искушали То есть А как ты будешь Крутиться А как ты будешь Кричать А дай-ка Я тебя в этом попробую А дай-ка на этом Подловлю Постоянно А что Надо отдавать Богу или Кесарю Уж тут все Казал бы Тупик Нет Так я к чему Потому что Те люди Были очень Изощренные Такие Пакстные Но Апостол Петр Будущий апостол Когда Господь Пропал на озере В Денисарецком И было столько Народ Слушал его Что Уже на берегу Стоять было невозможно Господь встал В лодку Попросил немножко От берега Столкнуться И уже с лодки Пропал Потому что люди И утянулись И уже До воды достали А потом Господь что говорит Когда он что Закончил Говорит Петр Закинь сети В море С правой стороны Корабля Петр Я здесь Профессионал Опытнейший Рыбак То есть Он знает Когда какой Косяк Где проходит На какую погоду Какая рыба будет Если бы была такая Погода Рыба не будет Птички так И даже Этого не будет То есть Он все знает Профессионал Мастер Своего дела Всю жизнь И причем Не только рыбак Профессионально И сын рыбака И внутрь рыбака То есть У него уже В генах Он знает все Где какая рыба И как с ней обращаться И где ее ловить Так И что мы слышим В ответ Когда Он всю ночь ловил Ничего не поймал Так А Бог Говорит Закинь сети Он говорит Господи Всю ночь ловил Ничего не было Но по слову твоему Я сделаю Ответ профессионалу Так А вот мы С вами Не дай бог Нам кто-то Что-то скажет Ты кто еще Сопляк Меня учить Да А что ты меня учишь А я специалист А ты что меня учишь А уж что Сами получать Ох какие мы мастера Такие мастера А что самое смешное Приходим к священнику И каждый У меня из священников Тысячу раз Самый глупый Это священник Глупее нет никого Каждый приходит И что-то ему втирает Что-то ему рассказывает Так Что-то ему доказывает Это о чем Говорит О том Что мы Перещегляли Своей гордыни Тех евреев Их переплюнули Своей наглости Так Они Бога там Пытались Подловить На чем-нибудь И мы Пытались На чем-нибудь Подловить Потому что священник Говорит Не свое А Божие И очень часто Проказываются Такие выражения Это вы так думаете Да вы ничего не думаете Вообще То есть священники Не думают Дет службы Думают те Кто ничего не знает Так А священник Говорит Не свое А слово Божие Он говорит Всегда Когда знают Слово Божие Говорят Да думать Не нужно Но Мы как Это ты так думаешь А я думаю Вот так Хотя понимаем Что священник Говорит Не свое А Божие Поэтому мы уже С кем спор Затеваем С Богом С Богом Как те евреи Тогда спорят С Богом Так Так и мы сейчас Причем Что интересно Те ладно Многие не знали Многие не понимали Их еще можно простить А мы Православные Христиане И спорим Спорим В церкви Спорим С священниками Спорим с Богом Если даже не спорим Есть те Которые не спорят Хотя Опять Смотря в чем Есть моменты Когда Не дай Бог Гордыню за ней Чужую Так Ох Сразу Как Начинается Или Не дай Бог Жене сказать Что ты не права А муж твой прав Что ты говоришь Я лучше знаю Не дай Бог Ребенку Скажет Что родители правы Ох Ему трудно Скажет Что родители правы Он так Убежден В своей правоте Так А мать А мать Такая Бестолковая С его точки зрения Частенько бывает Так вот Сразу Опять же Говорит Не священник Говорит Фу Слово Божьем Призносит И что мы видим Значит Любую другую тему Если нам кто-то Что-то сказал Кто-то что-то Даже посоветовал Опять же А ты кто такой Меня учитель Я знаю Не говори подробно Не приставай Отстань Это постоянно У нас в жизни Не учи меня Постоянно Ну с одной стороны Понятно Что если учишь Значит у него своя гордыня Но то что я слушать Никак сейчас Значит у меня своя гордыня Так вот И давайте посмотрим Теперь Народ Который был Практически Не знал Бога толком Так И вот Один из них Представитель Петр Апостол Опытнейший рыбак Господь Иисус Христос С его точки зрения Кто Как сейчас говорят Ой Ну человек Который не знает Как Дилетант Вот Точно Дилетант В рыбалке Дилетант Так Но что Он чувствует Это не просто человек Дилетант Он чувствует Что это Сын Божий Чувствует Еще не понимает И он его слушает И Выполняет И что мы видим Поймали столько рыбы Что даже Трудно представить И после Опять Какая реакция Петра Он говорит Господи Не достоин я Быть с тобой Вот Я не достоин тебя У нас Такое часто бывает У нас В другой раз И вообще не бывает Мы считаем Что Вот мы Там Бог Мне еще не все дал Вот Бог И они любят Очень бывает У нас ропот На Бога возникает Бывает 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 Просим у Бога Какую-нибудь глупость Господь не дал Или Не глупость А мы думаем Что это хорошо А кому-то Причет бред У Бога просим А Бог не дает Или еще Почему Бог не дает Потому что мы просим Так Потому что Я хочу Мне подай То есть требуем Естественно Бог не даст Сказано Бог гордым противится Бог естественно И что у нас сразу Частенько Ропот возникает Какие-то обидные мысли Возникают Какие-то разочарования Возникают Почему Потому что У нас такая гордыня Что мы уже Бога пытаемся Построить под себя А Петр Апостол Апостол Петр Когда увидел Что перед ним Ну Боже до конца Не понимал Что Бог Или Сын Божий Что говорит Господи Я не достоин Быть с Тобой Представьте Сравните Не достоин Быть с Тобой И Обида Какая-то на Бога Ропот на судьбу Ропот на Бога Почему мне Господь Не дал Разочарование Вот Сопоставим Получается Что наша гордыня Еще клещет То есть она Пошла дальше Чем у тех людей То есть мы уже Пробежали Своих гордыни К бесовскому уровню Поэтому нам Церковь напоминает О том Что мы далеко упали В плане греха гордыни В плане самомнения своего Любви к себе Самолюбия Так Поэтому мы должны Помнить Не только помнить Даже ломать себя Ежесекундно С этой минуты Постоянно ломать себя То есть свою Характер И отношение к Богу Должны менять Потому что мы все Недостойны Бога И все те скорби Болезни Несчастья Которые мы имеем Это плоды наших грехов Которые мы заработали Сами себя заслужили Так И Бог дает нам До чего Попускать вернее То есть мы заработаем Мы сами себе в это влезли Болезни Несчастья Но Если Бог это попустил Для того чтобы мы очистились Поняли Очистились И исправились А если мы еще И какие-то требования Богу придавим Почему меня Господь Не вылечил Я молюсь Молюсь Молею Заказываю Заказываю Право церкви Не хожу Свечки ставлю А мне Бог нет Претензии к Богу придавим Значит что Получается что Мы любви к Богу не имеем Послушания и смирения не имеем Мы только требуем Дай 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 И как апостол говорит Господи я недостойный А когда Господь сказал Закисите Профессионал Реагирует как Закинул Когда увидел что это чудо Я недостойный тебя Поэтому Мы должны помнить О том что мы еще больше Недостойны Потому что он увидел Он понял И мало того Он от начала Не сопротивлялся А мы противимся Богу В чем противимся Да в том что Каждый из нас Обижается на свою судьбу Каждый из нас Недоволен своей судьбой Каждый из нас Недоволен тем Своим здоровьем Недоволен Болезни вернее Так Очень многие С женами Мужьями Недовольны И дети не такие Как мы хотели быть А на самом деле Мы получили то Что мы заслужили И семьи свои Мы сами себе создаем То есть Если у человека Характер плохой Тяжел Даже и в семье Будет неполадок И не будет ничего Хорошего в жизни Но однако Нам это не нравится Мы это обижаемся А если мы обижаемся Значит мы не хотим Нести свой крест О котором Господь говорит Значит мы не хотим Жить по воле Божьей То есть значит Если мы ропщим на крест Значит мы ропщим на Бога Если мы ропщим Обижаемся на судьбу Значит мы обижаемся На самого Господа Бога Поэтому Это страшный момент Это момент Который нас Приближает К нечистой силе Который нас делает Роднёй Дьяволу Бесом Потому что Он недоволен Богом Сатана Богом недоволен Всем недоволен И если мы недовольны Тем крестом Который мы сами себе создали И который должен нести Чтобы искупить Сами себя Чтобы попасть И мы недовольны Значит мы недовольны Самим Богом Ну предположим Пришёл человек К врачу Врач Ему какое-то лекарство Или процедуру Предложил Причём очень талантливый Который действительно Вылечит 100% А человек не хочет Ему трудно лечиться Не хочет таблетку Не хочет процедуру Выполнять Так Он недоволен врачом Но он не выздоровеет Никогда в жизни Будет гдить Будет болеть Будет умирать Так же самое и здесь Если мы Недовольны тем Наказанием Которое мы сами себе создали Значит мы недовольны Тем кто его пропустил Значит мы не хотим Царств Небесного Значит будем духовно болеть И не хотим Царств Небесного Поэтому я ещё раз хочу Обратить внимание На слова апостола Павла Что По слову Твоему Господь Да будет И сделай так Как ты сказал И я не достойный Будь перед тобой Это смысл И девиз всей нашей жизни Аминь Сегодня в Евангелии Мы слышали слова Какая польза в том Если вы любите тех Кто любит вас Какая польза в том Если делать добро тем Кто делает добро вам Какая польза в том Если вы Отдаёте взаимы тем От кого точно знаете Что получите То есть Господь не говорит Что не делайте добра Тем кто вам делает То есть нам Господь не говорит Что не любите тех Кто любит нас Мы должны любить И эти Кто нас любит И добро делать Тем кто нам добро делает И взаимы давать Тем кто нам точно вернёт Но должны так же Любить и тех Кто нас ненавидит и добро делать тем, от кого мы взамен добра не получим и давать тем, от кого мы точно назад не получим кто нам не вернется назад тогда это будет большая польза перед Богом и большая польза для нашей души потому что когда человек делает тому, кто ему сделал добро ну и что? то есть он добро дал, добро получил он любит того, кто любит его это легко он говорит, и грешники так делают а вот любить, то есть, ну мы должны любить и тех, кто нас любит должны делать добро тех, кто нам доводил но еще должны любить и тех, кто нас ненавидит а этот трудней и тяжелее но опять, часто приходится слышать в нашей жизни то есть мы теоретически понимаем да, правильно, надо любить наших врагов да, все правильно с другой стороны, тут же каждый сталкивается с отдельным случаем ну как? ну он же плохо сделал она меня обидела ну мне вот плохо как я могу простить? как я могу? ну мне же так вот обидно я понимаю, что да, но я не могу ничего с тобой поделать во-первых, это неправда не могу, а не хочу напрячься то есть простить можно любого и не только так, теоретически, словами а именно в душе потому что та вот страсть, которая ну и обида, там, ненависть то есть вот обидели меня, а вот там страсть кипит, вот обиды или там ненависть, вот он мне плохо сделал так? эта страсть, это не состояние моей души это страсть, которая подсовывает каждому из нас дьявол и смысл нашей жизни на эти страсти не обращать внимания как вот я про помыслы говорю на них надо не обращать внимания так? то есть у нас у всех есть двоя, одно я хорошее то есть голос нашей совести и плохое одни мысли хорошие, которые наши и плохие, которые нас стыдно лезут извне чужие мысли весовские только единственное, что дьявол не войдет вот я дьявол тебе говорю он каждому из нас маскируется под мои мысли то есть я думаю, что это мое, а на самом деле это не мое и все то, что настырно лезет извне нагло это не мое это помыслы, исходящие от дьявола и смысл нашей жизни именно не обращать внимания на эти помыслы то есть их игнорировать то есть борьба с дьяволом я тоже просто его не замечаю как пример, я тоже привожу как вот тень, есть у нас наша тень но мы же не обращаем внимания есть и есть, но и шутки точно так же помыслы и точно так же чувства плохие которые лезут в наши души а дьявол всегда нас обидели он сразу раз, обиду подсовывает как? я столько сделал добра а он меня обидел я ему столько хорошего сделал а он мне так со мной поступил ну во-первых, когда мы делаем добро мы должны поступать по принципу будьте кротки как голуби но мудрые как змеи то есть добро мы должны делать и знать, что этот человек тоже искусится и постарается использовать мое добро во вред мне постарается паразитировать на мне или по крайней мере, как говорится сесть мне на шею постарается и мудрость в том и заключается что я делаю добро но не допуская того, чтобы он мне сел на шею не допуская того, чтобы он меня обманул не допуская того, чтобы он потом меня кинул не допуская того, чтобы он меня подставил И тогда добро будет мудрым, истинным, искренним и правильным То есть добро, которое мы оказали человеку злому Но не дали ему возможность сделать ко мне зло А мы как? Сделаем доброе дело человеку Ждем от него хорошего ответа А он какую-нибудь пакой сделает Или подставит, или кинет, или бросит И вот у нас обиды пошли Во-первых, если мы будем мудрыми Будем делать добро, знать, чтобы подвох Дьявол может ожидать от каждого Потому что дьявол искушает каждого человека Вот пока я делаю доброе, у меня застилает Вот я такой добрый, вот какой я хороший Вот я доброе дело делаю Так, вот пока это сидит во мне Обязательно на чем-нибудь попадусь Дьявол подловит Обязательно кто меня подставит А когда человек делает, но понимает, что все мы слабые Что каждого из нас искушает нечистая сила И того, кому тоже делают доброе дело Она тоже будет искушать, чтобы он мне воспользовался моим добром И напакостил мне Когда я это все учитываю Тогда мне никто плохого ничего не сделает И тогда не будет повода для обид в этой жизни Обид отчетников От того, что он меня кинул От того, что я этого не ждал Я делал добро, я был такой уверен Как я хорошо делаю Как я правильно делаю А ошибка в том, что я именно прельстился Прельстился своими добрыми делами А у нас их очень мало И то мало, что мы делаем И то прельщаемся А эти смыслы и обязанности всей нашей жизни делать добро А мы его мало делаем И то, что сделали, опять прельстились И опять попались Поэтому, если человек не прельщается своими добрыми делами Не прельщается своей любовью к другому человеку Так, то его никто в этой жизни не поставит и не бросит Потому что он мудрый, он видит, он предвидит все И еще, даже если и случилось таковое И в душе сидит Вот обида такая Вы должны понимать, что это не моя обида Это дьяволу обидно То есть он мне обиду подходит Это совершенно не мое Это чужеродное явление Это обида И когда мы это поймем, осознаем Ее у нас не будет Да, мы должны понимать, что дьявол настырный Усовывает наши души, пихает Тыкает настырно Вот тебя обидели Обидно, обидно Но когда человек это повешает, что это не мое Оно уходит А когда человек отождествляет Свои плохие чувства, которые к нему лезут От нечистой силы Отождествляет собой Естественно, он их подкармлив Естественно, они будут его уже Потому что он отождествил собой А когда человек понимает на корню, что это не мое Оно долго не держит Оно быстро отпадает Так вот Если мы и делаем добро И где-то допустили немудрость И нас На нашем доме нам сделали плохо Дали в ответ зло То, опять же, мы не должны иметь эту обиду Которая не наша Которая нам подходит нечистой силой И вот тогда Мы полностью исполним ту евангельскую западь О которой нам сказано В сегодняшнем евангельском учреждении Ну и еще по поводу иконы хочу сказать Да, икона чудотворная Многим помогла И вообще Господь многим помогает Сейчас, в наше время А мы сейчас стали очень грешными Грехов у всех полно И чем дальше, тем почему-то больше Мы с ним почему-то не хотим бороться И Господь нам Даже в это греховное время Нам, грешным, помогает О чем это говорит? О том, что Господь нас ждет Господь нас к себе зовет Ждет, когда мы покаемся Он знает, кто покается, не покается Но те, кто покается Да, Господь Мы исполнили ожидание Божие Те, кто не покаялся Тот сам себе подписал приговор Тот не стал исправляться И те чудеса, которые нам Господь являет Они нам пойдут и в осуждение И во вред Поэтому, я еще раз говорю Мы слишком в этой жизни осуетились Я вот спрашиваю многим Когда был на испании Да вот, да дел полно Вот одна и та Вот тысячу человек спросил У всех одна и та же отговорка Дел полно У кого их нету? Я не думаю, что здесь кто-то был У кого нету дел У всех их полно У всех полно Но одни в храм ходят, Божий Так, находят неделю, два часа Другие нет Дел полно Есть еще Я считаю за некрасивым словом Еще более тупой ответ Грешники Что не говоришь? Говоришь ему Грешники Еще что говоришь? Грешники Грешники Идеальные ответы Гениальные По своей тупости Даже не я грешник Грешники Хороший ответ, да? О, размазал все по всем По всем Ведь каждый человек отвечает за себя И это вот уже Пример нашей с вами деградации Если мы так отвечаем То есть вместо того, чтобы Да, ну виноват Замотался там Лень Если честно То лень В первую очередь Лень В первую очередь Те, кто долго не исповелся Тем еще стыдно бывает Или страшно Страх он будет Такой трясет Жуткий Хотя, когда исповелся Ничего и не страшно И хорошо стало Но это дьявол Страх подцовывает Стыд подцовывает То есть ложный страх Ложный стыд Потому что и дьявол боится Если он исповелся Наиспоится То он потеряет пищу Клиенту потеряет Так вот, если честно Да, было лень Да, неохота Да, как-то замотался Суетился А тот ответ Грешники Не я, а грешники А грешники Кто, где Вот оно какое-то Или там Они какие-то Грешники То есть Это уже Ответ Который говорит о том Что Должен каждого из нас Настораживать То, что мы уже от Бога так Пытаемся изолироваться Уйти А если мы от Бога отходим Там потом плохо будет Ох, как плохо Потом будет И в этой жизни Плохо будет И, кстати, что интересно Многих жизнь вглубь Крам не ходит Церковь не ходит Не понимают это И все равно не идут А жизнь еще сильнее бьет И все равно не идем Сказал бы Че столь Возьми Покайся И сейчас Возьми себя в руки Все по-другому пойдет В этой жизни Нет Чему это упрямо? Ну дело в том Что мы здесь Проупрямимся Так? Жизнь будет Чем дальше Чем сильнее бить Вот на том свете Вот будет интересно Но уже вечно Так вот Икону сейчас привезли И мы Каждый приходит Иконе Чудотворной иконе Чтобы попросить Помощи Попросить исцеления Попросить решения Каких-то ситуаций Каких-то проблем Да Это все хорошо И надо просить Потому что Что невозможно человеку То возможно Богу И Бог по нашим молитвам Нам даст И поможет И решит Многие наши проблемы Причем Очень многие решаются Даже Самым чудесным образом Вот было и нету Вот была проблема Не стала проблемой То есть Есть вообще решатель Причем много этих случаев Не отдельных случаев Много их Вот Поэтому Да То что мы пришли просить У Престой Божьей Матери У иконы ее С одной стороны хорошо Но мы должны еще помнить о том Что мы Должны не только просить Но мы должны иметь ответ Да и любовь Потому что Бог нас любит Так И поэтому дает нам По молитвам Божьей Матери А у нас Ему любовь есть Нету У нас Как у плохих детей Есть хорошие дети Которые любят Своих родителей А есть дети Которые не очень хорошие Которые Пап дай Пап выручи Мам помоги Так Или маму прикрывает Папой Или еще что-нибудь Дай 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 Но чтобы В ответ на любовь Нет Не дождетесь Это ненормально И еще раз говорю Это ответ на любовь Сама с неба Не падает Вера тоже с неба Не падает Она достигается Тяжким трудом Над собой В первую очередь В борьбе Со своей гордыней Со своим упрямством Со своей умностью Со своим самомнением И только по мере очищения От этих грехов Нас придет любовь к Богу И истинная вера к Богу Аминь Сегодня мы слышали Евангелие О том Как мимо Господа Иисуса Христа Проходила похоронная Процессия Хранили Единство Сына Вдовы То есть женщину Которая сначала Умер муж А потом умер сын Единственный Так И Господь Как сказано Милосердно О ней Подошел Прикоснулся К Робу И сказал Мертвому Восстань И он Воскрес Встал И стал Разговаривать И с тех пор Пошел О Господе Иисусе Христе Великие Слухи О том Что пришел Великий пророк От Бога Который Пустил свой народ И еще Другой Евангелие Это очень плохо Это очень плохо Потому что Мы не поумнели А у нас гордыня прибавилась Вот давайте Вспомним Те кто постарше Учились в школе Ведь давали много знаний В школе Да? Очень много знаний давали раньше В институтах Сколько знаний давали Техникум В училищах Сейчас Все это упростили Сократили В колледже Всякие Ни по-ничего Знаний Знаний Отчет Ни по-ничего Знаний Ни по-ничего И Ни по-ничего